МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале 1-й Карагандинский в студии Гульнуржаке. Сегодня выпуски. Британская компания Рио Тинту приступила к разведке медно-порфировых руд в Казахстане. В настоящее время в республике активно реализуется политика по привлечению мировых лидеров в сферу геологоразведки. Караганда отметила свой главный праздник – День шахтера. Руководство области вручило государственные и отраслевые награды передовикам производства и ветеранам труда. Около 200 карагандинцев нашли работу на очередной ярмарке свободных рабочих мест. Вместе с безработными трудоустраивались и освобожденные из мест лишения свободы. Британская компания Рио Тинту приступила к разведке медно-порфировых руд в Казахстане. В настоящее время в республике активно реализуется политика по привлечению мировых лидеров в сферу геологоразведки. В настоящее время в Казахстане активно реализуется политика по привлечению мировых лидеров в сферу геологоразведки. Благодаря этой работе страна получает доступ к мировым технологиям и ноу-хау в геологоразведке, позволяющие проводить исследования недр на больших глубинах в короткие сроки. Ряд транснациональных и крупных иностранных горнодобывающих компаний уже приступили к работе. Одним из таких инвесторов является австралийско-британский концерн Рио Тинту. Вторая в мире по размеру рыночной капитализации горно-металлургическая компания. Рио Тинта сегодня провела работу по аэрофизической методе, предварительно опережающей аэрофизической работы, и по участкам, где обнаружены наиболее возможно благоприятные участки для обнаружения неисторождения подрядов с КПМ, проводится уже поисковая работа. Разведка медно-парфировых руд проводится на участке Коргантас в Шетском районе. В компании Казгеологи отмечают, что инвестор привез в Казахстан не только передовые технологии геологоразведки, но и занимается обучением местных кадров. У нас идет обучение кадров на первом месте. И за последние четыре года Рио Тинта совместными усилиями обучила наших 50 сотрудников. Это переподготовка кадров, семинары, выездные, онлайн-режим. Вот это все на поле работали вместе. И привозят свои новые технологии, которые впервые были использованы в Казахстане. Это аэрогеофизические съемки, наземные геофизические съемки. Вот это все цифровизация, мониторинг, интерпретация. Это все в рамках нашего совместного соглашения. В этом году Рио Тинту продолжает применять согласованный подход по продвижению данных поисковых геологоразведочных проектов на следующие этапы геологоразведки. Таким образом, на проекте «Коргантас» в этом году возобновлены буровые работы и их объемы планируется увеличить. Работы, которые мы провели на проекты, они достаточно масштабные, региональные, с учетом того, что наша площадь в принципе огромна, это 17 тысяч квадратных километров. А мы провели региональные аэрогеофизические исследования с привлечением лучших международных экспертов, которые помогали нам интерпретировать эти данные. Мы пролетели порядка 70 тысяч погонных километров съемки провели аэрогеофизической. Огромное количество масштаба именно наземной геофизической съемки, геохимическое опробование. То есть это все носило масштабный именно характер ввиду территории, огромной территории, которая у нас есть. Дальше мы работаем на сужении участков поисков для того, чтобы уже более точечно проводить эти исследования. В феврале 2013 года национальная геологоразведочная компания «Казгеология» и горнорудная компания «Рио Тинто» подписали соглашение о создании двух совместных предприятий по поискам крупных месторождений на двух участках Карагандинской области – Балхаш, Сарышаган и Кургантас. В течение пяти лет объем инвестиций составил порядка 6 миллиардов тенге. Андрей Теншал, Карл Тынбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В минувшее воскресенье карагандинцы отпраздновали самый значимый в масштабах города праздник – День шахтера. В стенах Дворца культуры горняков состоялось чествование ветеранов шахтерского труда и отличившихся работников. Почетные грамоты, благодарственные письма и нагрудные знаки вручал заместитель Акима области Алмаз Айдаров. Начало празднованию Дня шахтера положил концерт во Дворце культуры горняков. В переполненном зале собрались люди, посвятившие своей жизни одной из самых опасных, но, несомненно, важных профессий. С поздравительной речью к шахтерам обратился заместитель Акима Карагандинской области Алмаз Айдаров. Он отметил, что в этом году крупные средства будут направлены на создание благоприятных условий труда и обеспечение безопасности горняков. «Хочу вас поблагодарить за вашу работу, которую вы делаете. Хотел бы отметить, что благодаря совместным усилиям в этом году с руководством компании нам удалось подписать договор о том, что Арселор будет инвестировать в ближайшие три года 35 миллиардов тенгель в развитие шахтеров и салургии. В первую очередь это пойдет на обновление основных фондов на безопасность труда и те новые технологии, о которых сейчас в ролике говорили, цифровизация. И ваша отрасль тоже будет меняться. Надеюсь, что это все повлияет на безопасность, на трудоотачу. Главное, чтобы вам было на работе комфортно и безопасно работать». В торжественной обстановке Алмаз Айдаров наградил лучших в своей сфере. Почетные грамоты и благодарственные письма Акима Карагандинской области получили шесть человек. Среди них горные мастера, диспетчеры производственной службы, горнорабочие и механики участков. Для каждого из этих людей награда признание труда. Об этом говорит и обладатель знака «Шахтерская слава первой степени» Олег Проскурнин. Он трудится проходчиком на шахте имени Костенко на протяжении последних 28 лет. Олег не единственный в своей семье, кто освоил эту достойную и опасную профессию. «Это пик моей карьеры. Я продолжил свою родовую деятельность. Отец, повторюсь, шахтер, дядька шахтер тоже имеет награды. Очень счастлив, доволен. Я думаю, я заслужил эту награду». Для горняков выступили лауреаты международных и республиканских конкурсов, оркестр народных инструментов имени Татсимбета и хореографические ансамбли. Зажигательное выступление карагандинцам подарил и Алио Капов, звезда казахстанской эстрады. «Обыкновенное человеческое спасибо за ваш труд, за то, что мы гордимся вами, за все хорошее. Поэтому следующие песни только для вас. Елизавета, я ответил, как следующее, холостер. Кубер, хмель». Всего в свой профессиональный праздник различных наград удостоились более 20 человек. Токжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Еще одно праздничное мероприятие, приуроченное ко дню шахтера, прошло в Доме культуры Нового Майкудука. Для карагандинцев выступали талантливые исполнители и танцевальные коллективы. С первого ряда за насыщенной праздничной программой наблюдали ветераны шахтерского труда. В свой профессиональный праздник Джумангали Конкака вместо почетного места в первом ряду выбрал сцену. Ветеран шахтерского труда более пяти лет выступает в шахтерском народном хоре. Карагандинец имеет музыкальное образование. Оно пригодилось, когда четыре десятилетия упорного труда на шахте подошли к концу. За годы работы на шахте имени Костенко ветеран удостоен знака «Шахтерская слава третьей степени». Выбирая сложную и опасную профессию, Джумангали Конкаков пошел по стопам брата и отца. Мой отец работал в шахте на 31-й месяц. Потом старший брат работал на шахте всю жизнь. Отец всю жизнь, я всю жизнь, брат всю жизнь. И вот я тоже. Караганда была в то время самая развитая, ну третья кочегарка Советского Союза. И поэтому люди стремились туда работать. Вот я тоже пошел туда. В Доме культуры Нового Майкудука в особенный для жителей шахтерской столицы праздник царила особая атмосфера. Яркими номерами праздничную программу украсили детские творческие коллективы. Зрители наслаждались любимыми песнями и зажигательными танцами в исполнении юных дарований. Праздничная программа «Кеншлергиокурмет» стала отличным началом празднования Дня шахтера в индустриальном сердце республики. Почетными гостями мероприятия стали горожане, отдавшие молодость, силы и здоровье труду в тяжелых условиях. Торжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Центральном парке культуры и отдыха на протяжении всего дня проходили массовые гуляния. Насыщенная программа была организована в рамках фестиваля «Мы – карагандинцы». Ежегодно в последнее воскресенье августа Караганда отмечает День шахтера. В текущем году празднование одного из важнейших праздников для жителей шахтерской столицы совпало с проведением фестиваля «Мы – карагандинцы». К горожанам с приветственной речью обратился Аким города Нурланов Бакиров. Вы обеспечиваете топливом население, предприятия, заводы. Теплом добытого угля зависит уют в наших домах. В этот день мы отдаем дань уважения и преклонения перед шахтерами. В этой сфере работают только действительно мужественные люди с особой закалкой, с шахтерским характером. И в их честь по всему городу проходят праздничные мероприятия. Праздничная программа стартовала с чествования победителей конкурса «Жо Марджирек». В пяти номинациях были определены те карагандинцы, которые в течение года оказывали безвозмездную помощь малоимущим, придерживались активной гражданской позиции, реализовывали социально значимые проекты. Среди этих людей и Тимур Раимбеков, директор карагандинского филиала всеказахстанской организации «Кёкушинкай-карате». Меценат года удостоился кубка милосердия и диплома, который ему вручил лично глава города. Это, конечно же, признание нашего народу. Это очень приятно, что люди ценят, когда какие-то вложения делаешь для города. Это очень приятно. Планируем провести еще 11 таких строительств. В ближайшие трех лет построить 11 таких комплексов по карагандинской, по городу Караганде. Это наш проект, называется «Карате в каждый двор». Далее праздничная программа продолжилась с конкурсом «Тебе, пою Караганда». В этом году его посвятили 20-летию Астаны. Город яркий, город славный, город чудной красоты, город дружбы, город мира, все для сердца и души. Город светлый, город чистый, где он всияет золотой, озаряет всех лучистой неземною красотой. Эта песня написана Светланой Багаудзиновой. В свободное время женщина пишет стихи, песни и книги. Светлана отмечает, что для нее участие в конкурсе уже повод для радости и гордости. Мне хороший человек подсказал, что будет конкурс. И говорит, можете поучаствовать. Тема конкурса – столица. Вот за два дня из души вышла и пришла сегодня сюда. Вечер воскресного дня жители города провели на набережной Центрального парка, где состоялся ретро-концерт «Молодые годы Караганды». Горожане получили массу положительных впечатлений от праздничной программы. Люди наслаждались любимыми старыми песнями и приятной атмосферой. Помехой веселью не стала и дождливая погода. Ну, несмотря на плохую погоду, все равно сфера классная, мне очень нравится здесь. Да, шахтарам я желаю наилучшего настроения, крепкого здоровья и чтобы у них всегда было настроение на высоте. Круто отражается, потому что это сплощает людей. Людям хочется выходить на такие мероприятия, участвовать, смотреть, как наши дети выступают на сцене. Все здорово. Массовые гуляния продолжились до наступления темноты. Красивым завершением дня стал праздничный салют. Тухжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. В областном филиале партии «Нур-Утан» прошел региональный форум первичных партийных организаций. В нем приняли участие представители и заместители территориальных филиалов партии. Всего собралось более 200 участников из Астаны, Алматы, а также Кустанайской и Карагандинской областей. Данный форум в Караганде проходит впервые. Работа ведется по четырем секциям. В первой секции участники обсудили концепции по активизации первичных партийных организаций. Также они ознакомились с проектом «Цифровая партия». Этот проект направлен на цифровизацию всей деятельности партии, сокращение бумажного документа оборота, а также на создание единой базы членов партии. «Партийные проекты, которые инициировала партия «Нуратан», вы знаете, они бьют в одну только самую главную точку – это улучшение благосостояния уровня населения во всем. И самое главное, что вот нам, партийцам, нравится, что эти все проекты, они направлены на молодежь. Это молодежь, дети, и это очень здорово. На примере нашей первичной партийной организации, я хочу даже привести вот такой пример великолепный, это открытие IT-класса бесплатно в нашей поселковой школе. Я являюсь директором этой школы. На сегодняшний день активно идут работы по реализации еще новых 22 партийных проектов. Главная их цель – развитие малого и среднего бизнеса, государственной молодежной политики и поддержка программы «Рухани Жангру». Как отметила Тамара Дюсенова, новые проекты – это не однодневные акции и не офисные мероприятия, а труд партийцев, итогом которого должно стать реальное улучшение жизни казахстанцев. Коллеги, мы с вами живем уже в цифровом обществе. Если мы раньше друг друга могли получать информацию в течение месяца, сегодня мы получаем от друг друга информацию в течение дня, а течение даже, может быть, через полчаса у нас уже информация о друг друге о том, что здесь проходит форум, у нас на руках информация. И поэтому те подходы, те семинары, большие совещания, которые мы проводили в больших залах с различными категориями граждан сегодня уже не проходят. Основными вопросами секции является управление человеческими ресурсами и формирование партийного кадрового резерва. Главные принципы активизации первичных партийных организаций – это системность, комплексность и открытость. Каждый активист имеет возможность подать документы, пройти определенные собеседования и специальное обучение, после чего комиссия отбирает достойного кандидата в состав партийного кадрового резерва. На сегодняшний день стоит очень активный вопрос формирования нового поколения, нового человеческого капитала. Об этом всегда говорит в своих посланиях президент народа Казахстана, а также одно из важных направлений стратегии партии является формирование конкурентоспособного нового поколения, которые будут ответственными, с четкой гражданской позицией, образованными и конкурентоспособными на сегодняшний день. И вот на сегодняшний день активно идет работа по формированию кадрового резерва. Это действительность для молодых активистов, для членов партии дает огромную возможность. Также для участников форума были проведены тренинги на тему ораторское мастерство и политические коммуникации. В скором времени такого рода региональные форумы планируется провести в городе Павлодар и Актубе. Напомним, на данный момент в стране действуют около 6 тысяч первичных партийных организаций. В своих рядах они объединяют свыше 1 миллиона партийцев. Мульдир Жакан, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Около 200 карагандинцев нашли работу на очередной ярмарке свободных рабочих мест. В минувшую субботу во Дворце культуры горняков состоялась очередная ярмарка вакансий. Центр занятости провел ее совместно с прокуратурой Октябрьского и Казбекпийского районов города. Не первый раз в ярмарке вакансий принимают участие представители прокуратуры. Их главная задача – помочь с трудоустройством безработных должников по алиментам. Еще одна категория горожан, которой трудно найти работу – это бывшие заключенные и те, кто состоит на учете в службе пробации. Один из них – Андрей Девятайкин. Конечно, хочу работать, но хочу работать на той работе, которая не будет занимать у меня слишком много времени, чтобы у меня было больше свободного времени. А сейчас работаю, последняя, на которой я работал, с 8 до 8, и зарплата не ахти. Один выходной в неделю воскресенье. А так, спасибо службе пробации, что сообщили мне про эту ярмарку. Сюда я пришел, здесь что-то узнал. Может, здесь что-то найду. В службе пробации отмечают, что большинство предприятий и организаций требуют справку о судимости. Зачастую работодатель не желает нанимать работника, который имел проблемы с законом. С начала года совместно центры занятое уже около 30 осужденных трудоустроили. Целью центра занятое, обучение прошло, где-то около 50 осужденных трудоустроились. Целью сейчас хотя бы 50% сейчас отзываются ярмарки, трудоустроивших осужденных, чтобы не нарушали уголовную право нарушение. Всего в ярмарке приняли участие более 60 предприятий и организаций Караганды разных форм собственности. Было представлено 2500 вакансий. Наиболее востребованы специалисты рабочих специальностей. Машинисты разных бульдозеров, экскаваторов, слисарей, сантехников, разнорабочих, грузчиков, швей, поваров, где-то требуется менеджера по продажам и так далее. На сегодняшний день на учете у нас состоявшей на службе пробации у нас на учете в качестве безработного состоит 38 человек. Из них 12 человек мы уже оказали содействие в трудоустройстве. 12 человек у нас обучаются, проходят профессиональную переподготовку. После того, как они обучатся, мы будем уже им дальше в дальнейшем оказывать содействие в трудоустройстве. Всего в этот день ярмарку посетило 420 человек. 198 получили направление на трудоустройство. 130 человек оставили резюме, а 160 получили подробную консультацию по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. В нынешнем году ярмарка свободных рабочих мест проводится уже третий раз. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. И еще об одном. Карагандинский борец Ярулан Искаков вернулся домой с бронзовой наградой. Наш земляк занял третье место в азиатских играх в весовой категории до 97 килограммов. На импровизированной пресс-конференции в аэропорту Сарарка Ярулан заявил о том, что его засудили. Карагандинский борец Ярулан Искаков выиграл для Казахстана очередную бронзовую медаль азиады. Искаков, выступающий в категории до 97 килограммов, в четвертьфинале уступил корейцу Чохе Чулю со счетом 1-6. Его соперником по схватке за третье место стал иранец Алиакбар Хейдари. Особо серьезного сопротивления Хейдари оказать не сумел. Во втором периоде Искаков сделал счет 10-0. На этом все и закончилось. В международном аэропорту Сараарка Ярулана встречали как героя. И тому есть повод. Ведь на ковер борец вернулся лишь в июне текущего года. После длительной, вынужденной паузы, вызванной серьезной травмой, не обошлось без травм и на Азиаде. Мы очень рады, гордимся им, что он с травмой в финале завоевал третье место. Я думаю, что все у него еще впереди. Пусть восстанавливается, готовится к следующим стартам. И давайте болеть за наших на Азиадских играх. Это уже третья бронзовая медаль в зачете каргандинских спортсменов. Но она могла быть и золотой. Ярулан сообщил, что в схватке со спортсменом из Кореи рефери его попросту засудил. Судьи помешали, мне кажется. А как именно засудили? За чего? Я сам не понял. А, я сам не понял, да? Ну, то есть, вы считаете, что вас засудили? Они хотели корейца вытащить. Будем готовиться на следующий год. На следующий год у нас чемпионат мира, где будут разыгрываться Олимпийские лицензии. Куда будем готовиться? То есть, все-таки, главная цель – это Олимпийский икор? Конечно. У любого спортсмена – это главная цель Олимпийских игр. В составе национальной сборной в азиатских играх принимают участие 34 спортсмена Карагандинской области. На сегодняшний день у сборной Казахстана 38 медалей – 4 золотых, 7 серебряных и 27 бронзовых. Андрей Тенаман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый – Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Волстар. Аман Сау Волстар. Редактор субтитров А.Семкин